Я приветствую снова коллекционеров и любителей масштабных моделей автомобилей от производителя Вэлли в масштабе 1 к 38. Ребят, сегодня мы посмотрим с вами модель автомобиля ВАЗовская десятка, это Лада 110. Давайте перейдем к модели, будем ее смотреть. Переходим к модели. Модель продается у нас вот в такой коробке. Серия Next, русская серия. На коробке у нас имеется логотип производителя, название модели, ВАЗовский значок и название машин автомобиля Лада. Флаг российский, русская серия, рекомендации по возрасту. В задней части у нас фотография модели, только цвет другой. В нижней части, как всегда, у нас информация о производителе. Давайте откроем коробку, не будем тонить душу. Взвлекем модель из блистера. Вот такая у нас модель автомобиля Лада 110. В белом окрасе она у нас. По покраске тоже нареканий никаких нет. Модель функциональна в плане, у нее открываются передние двери. Вот смотрите. Заметим, что на дверях имеется у нас имитация обшивки. Это у нас пластик. С боковой части у нас проработаны все линии, но не окрашены ручки дверей. Хотя это, наверное, не столь важно для детской коллекции. Модель, в принципе, узнаваемая, что это Лада 110. Посмотрим переднюю ее часть. В передней части, как вы видите, у нас также имеются фары, прозрачный пластик. Отлита решетка радиатора. Еле заметен ВАЗовский значок. На переднем бампере у нас имеется название автомобиля Лада 110. Бампера, кстати, отлиты у нас вместе с кузовом. Что в передней, что в задней части. В задней части у нас элементы задних фонарей. Декоративная накладка на багажнике. Также у нас на крышке багажника задние, не задние, а свет задней передачи. Когда включаете заднюю передачу, задние, а включается огня. То есть, задние фонарики подсвечивают нам дорогу. Тоже вот у нас на крышке багажника задней части что-то, наверное, не вижу я, правда. Освещение у меня тут не важнецкое. Вы, наверное, когда купите модели, наверное, поближе их рассмотрите. Там у нас идёт вроде как шильдики с названием автомобиля, объём двигателя. Но я, правда, не вижу. Опять же, мне не нравится десятка. Это вот именно эта модель, чем мне не нравятся диски, как сделаны. Но это недостоверно, не точно. Ещё вот я заметил один косяк. Заметьте, вот задняя стойка, она кривая. Не знаю, может быть, она у них падала, когда они перед покраской, наверное, может быть, неосторожно извлекались в форму. На передних дверях у нас отлиты вместе с дверями зеркала заднего вида. Неплохое остекление салона. Хотя нет, вот косячок есть. Неплотно прилегает остекление. Вот крышу вы можете заметить, да? В последний момент я это заметил. Дворники у нас, имитация дворников тоже. Это вместе со стеклением. Отдельный элемент детали. Салон тоже вполне различим. То есть можем увидеть и определить, что там у нас установлен. Руль, передняя панель приборов, приборная доска. Вот, в задней части у нас не вижу. Вот я чемодана есть у меня, нет. Ну ладно, не в этом суть, в принципе. Давайте смотреть нижнюю часть. Также всё по минимуму детализировано, отлито. Видим в середине элементы выхлопной системы. Стабилизатор, поперечина. Больше я ничего не могу сказать. Кусочек выхлопоглушителя. Установлен фрикционный механизм. Также модель функциональная. Она у нас катается. Ну, не знаю, наверное, не будем зацикливаться на каких-то тонкостях детской коллекции. Модель различима. Не знаю, критиковать за что. В принципе, модель вполне узнаваема. Заканчиваем этот обзор. Не знаю, что ещё можно добавить. Пишите свои комментарии. Может быть, меня в чём-то просветите, чего я не знаю. Кому понравилось, кому не понравилось. Это лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.